Добрый вечер, друзья! Как спасти, как уберечь домашнее животное от новогодних гуляний, вот об этом мы сегодня поговорим с ветеринарным врачом Юлией Вершининой. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Вот, прав ли я, если скажу, что? Да. Вот эта вот вся информация о том, что в новогодние праздники, оказывается, у ветеринарных врачей это прямо врал. Ну, на самом деле, действительно, вы правы. Работы становятся больше, к сожалению, потому что владельцы животных начинают праздновать праздники. Дома появляются различные, скажем так, для животных интересные вещи, которые мимо, особенно любопытные кошки, пройти мимо не могут. Все они это могут употреблять, и поэтому владельцы животных желательно предупредить все несчастные случаи, которые могут произойти с вашими питомцами. Ну, и с владельцами тоже. И с владельцами тоже, потому что, когда владелец смотрит на свое несчастное животное, то, конечно, все праздники будут не в радость. Поэтому гораздо проще предотвратить все опасности, которые могут ожидать наших животных в новогодние праздники. Ну, для кошек, которые не выходят из дома, гораздо все проще, то есть нужно убрать все из доступа. Ну, мы, допустим, дома, имея трех кошек, не ставим елку, или обходимся какими-то украшениями, которые их очень тяжело сбить, проразгрызть. Дождик – это вообще категорически противопоказанно. Вы просто рисуете елку на стене, видимо, да? Да, мы выкладываем гирляндами елочку, украшаем люстру шариками. А помимо кошек у вас еще есть и кенси, да? Ну, кенсика он шуру не ест. А что он? С собаками гораздо проще, потому что у них основная опасность – это, конечно, переедание. Обычно владельцы своих животных берегут, не кормят, но когда приходят гости, они не слушают, что говорят владельцы, и думают, что они делают какой-то благой акт и кормят животное различными салатиками. Костями самое опасное для животных – это получить какие-то жареные или вареные кости. Ну, и после этого животные очень часто попадают в клинику. Ну, давайте об этом и поговорим. Итак, новогодняя ночь, прошла она не очень, и приезжают к вам люди с домашними питомцами. С чем чаще всего обращаются горожане? Ну, чаще всего у кошек это бывает непроходимость кишечника, в частности, если они скушали, допустим, дождик. Ну, и такой совет для владельцев домашних животных – если видите, что у котика вашего откуда-то торчит дождик с какого-то конца, то не нужно за него тянуть, а нужно взять ножницы и обрезать. Потому что если дождик находится в данный момент в кишечнике и вы потянете, то можно прорезать дождиком кишечника, и это будет очень серьезная травма. Поэтому вы берете ножницы и как можно ближе к животному просто обрезаете все, что торчит. И после этого животное нужно срочно доставить в ветеринарную клинику. А там уже промывание? А там уже решает врач, потому что много может быть вариантов, вплоть до оперативного вмешательства, если инородное тело мешает проходимости кишечника. А я вот, ну не зря вы, наверное, принесли с собой той терьерчика, потому что, насколько я знаю, ну судя по выпученным глазам, они достаточно пугливые, да, ребята? Ну, той терьерчики достаточно пугливые, ребята, но на самом деле опасность от петард в основном, конечно, больше на моем опыте пугаются крупные собаки почему-то. И большой такой совет, если ваше животное боится петард, то надо предпринять меры где-то за 10-14 дней до предполагаемой, скажем так, террористской атаки. То есть вам нужно обратиться к своему ветеринарному врачу, чтобы животному подобрали антидепрессанты, и это реально так. Ну вот, это заслуживает отдельного разговора, вот по поводу всех этих антидепрессантов и всего остального мы обязательно поговорим, но после короткой рекламы. Еще раз добрый вечер, давайте вернемся к нашему разговору. Итак, Юль, мы до рекламы с вами поговорили о том, что вот в преддверии новогодних праздников, праздников некоторым животным назначают даже вот такую успокаивающую терапию. Да, назначают успокаивающую терапию, если действительно проблема серьезная, она может быть серьезной вплоть до самотравматизации животного. То есть если мы знаем, что наш питомец, неважно собака, кошка или какой-нибудь другой животный, разные же сейчас есть домашние питомцы, если оно вот так истерично относится к взрывам хлопушек, петард и так далее, да? Да, то желательно начать терапию где-то за 10-14 дней до предполагаемого события, чтобы лекарства успели подействовать и тогда животное ваше гораздо проще перенесет этот необычный для него период. Но правда ли, что это может фатально закончиться для животного? Я имею ввиду вот эти взрывы хлопушек, то есть он может испугаться так, что сердце остановится? Ну, сердце остановится это маловероятно, больше, конечно, это самотравматизация. Допустим, если вы дома отсутствуете, собака может забиться, скажем, куда-то под диван, или у меня был случай, когда собака достаточно крупная забилась в кладовку и там сломала себе ногу, то есть она там билась, крутилась, за что-то зацепилась, и был достаточно серьезный перелом бедра, поэтому к этому нужно отнестись серьезно, и сколько бы, я думаю, петарды не запрещали, они будут все равно. В каких случаях, ну, скажем так, необходима помощь ветеринаров? То есть есть, ну, проблемы, которые можно решить самому дома, это вот, ну, мы поговорили, да, что если дождик где-то торчит, мы его обрезали, но в любом случае едем к вам. Если животное, например, ну, вот переело, как это проявляется? Если животное переело, то в основном, конечно, мы видим это рвота и диарея, если она продолжается больше суток, то, конечно, лучше обратиться к врачу, потому что реально владельцу достаточно сложно бывает самостоятельно оценить, насколько тяжело животному, животное же не может сказать, что у меня сильно болит, или у меня не сильно болит. Ну, максимум, чем может помочь владелец животному в домашней обстановке, это дать сорбенты. То есть, ни антибиотики, ни какие там спазмолитики нежелательно применять без консультации с врачом, потому что даже невинная таблетка-ножпы может уронить, допустим, давление у маленького животика. То есть, активированный уголь дать, да, и так далее? Да, и активированный уголь, там, как его называют, спектр, то есть, любые сорбенты, по крайней мере, от них точно не будет вреда. Хорошо, а если, ну, давайте вот так напомним зрителям, как понять, что, ну, с животным что-то не так. У кошек говорят, вот, если нос сухой. Правда или миф? Ну, по поводу сухого носа, это большой миф о ветеринарии, о котором ветеринарному врачу приходится слушать на приеме за день, наверное, несколько раз. Поэтому на состояние носа, ну, не стоит полагаться на этот признак, потому что влажный нос может быть и у собаки с пониженной температурой тела, и при волнении нос может или сохнуть, или быть более влажным. Поэтому не стоит, как бы, обращать внимание на нос. Ну, как обычно животное сигнализирует, что что-то не так. Ну, кроме вот таких ярких проявлений, да, как диарея. Животное становится малоподвижное, кошки могут прятаться от хозяина. То есть животное может принимать вынужденную позу. То есть для кошки эта кошечка собирается в комочек, и у нее становятся большие глазки, расширяются зрачки. То есть так можно понять, что кошка испытывает болевой синдром. У собаки при боли в гастральной области она предоставляет такую, ну, принимает такую позу сфинкса. То есть она передние конечности ставит на локте, а заднюю часть улочек поднимает. То есть передняя, скажем так, часть собаки лежит, задняя часть собаки стоит на всех ногах. На двух ногах. Ну да. То есть она так вот ложится, поза сфинкса. А это говорит о том, что у собаки какие-то серьезные боли в эпигасальной области или в области поджелудочной железы. И тут конечно стоит все-таки обратиться к врачу. Хорошо. А говорят еще, что кошки начинают справлять нужду не в положенном месте. Такая проблема у кошек существует, связанная со стрессом. То есть называется урологический синдром кошек. Тоже если мы видим, что кошка ходит по углам и пытается выдавить из себя мочу по каплям, это очень тревожный признак. И если кошке в течение суток не оказать помощь квалифицированную, то он может закончиться печально. Вплоть до летального исхода. Хорошо. Если, да, на новогодние праздники частенько уезжаем из дома. И не на один-два дня, кто-то бывает и на три дня оставляет животное дома одного. Насыпали ему корма там, гору и все. Живи как хочешь. Да. Самое главное, конечно, оставить большое количество чистой воды в доступе. Это очень важно для кошек, которые питаются сухим кормом. Потому что поголодать животное два-три дня может, а без воды остаться, конечно, ему гораздо более тяжело. Поэтому если вы уезжаете и оставляете кошечку, то нужно помимо корма позаботиться о том, чтобы у нее было достаточно большое количество воды в свободном доступе. Есть какой-то, ну, самый такой, знаете, главный, вот уже подводя итог нашей беседы, главный совет для всех горожан, которые взяли попечительство над маленьким созданием, над кошкой, над собакой, неважно, сколько у вас их там. Ну, главный совет, это, конечно, быть внимательнее к своему питомцу, не забывать про его нужды. Когда сами люди веселятся, животные часто остаются без присмотра. И животные, они хуже, чем маленькие дети. То есть, и поэтому нужно быть к ним более внимательным и ласковым перед новогодних праздников. А также не вытягивать из вашего кота дождик, не кормить его картошкой, потому что в природе они вообще, в принципе, с такими продуктами не встречаются. Не давать кости собакам. Собакам кости не давать ни в коем случае, друзья. Вот так. Мы благодарим нашу гостью Юлию Вершинину, ветеринарного врача, и нашего маленького семилетнего друга, той терьерчика по кличке Кэнси. На сегодня это все. Берегите себя, своих домашних питомцев. Всех с наступающим Новым Годом. До свидания.